И первый и второй этап снятия ограничений не исключают риска заразиться коронавирусом. Поэтому необходимые для безопасности медперсонала и пациентов меры предосторожности всё ещё сохраняются во всех медучреждениях Карачаева-Черкесии. Обязательно остаётся стандартная процедура термометрии и обработки рук. И, конечно же, медики настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим как внутри медучреждений, так и при посещении других мест массового скопления людей. «Снабжены всеми средствами защиты. У нас и маски есть, и перчатки есть, и средства обеззараживания, и спирт. Всё это у нас, что положено, есть. Пациентам мы объясняем, что надо ходить в масках. В поликлинику не зайдёшь, если не померяешь температуру. Если у кого-то температура повышена, сразу предлагают, что идите домой и записываем врача на дом, чтобы ни один пациент с температурой сюда не приходил». Приём пациентов старше 65 лет во время режима самоизоляции производился с выездом на дом. Но со временем, после снятия некоторых ограничений, пожилые больные могут посещать врачей самостоятельно, как и раньше. «Лица пожилого возраста вообще не приходили в поликлинику. Мы их обслуживали только на дому. У нас обслуживали бригады, которые выезжали на температурящих больных, на ковидных. И были другие доктора, которые выезжали. Постепенно, в связи со снятием этих жёстких ограничительных мер, пациенты начали записываться, приходят в поликлинику к своим врачам». Врачи советуют жителям республики, возвращаясь к обычной жизни, не забывать про меры предосторожности. Начать с коротких прогулок на свежем воздухе, желательно там, где не наблюдается большое скопление людей. Ежедневная 20-минутная прогулка постепенно приведёт организм в тонус после длительного пребывания в четырёх стенах. «Не так, чтобы сразу вышли где-то на сквозняках они стояли, гуляли. Потихоньку прогулки по 15 минут, по 20 минут и так далее. Гулять где-то семьями отдельно в стороне от массового скопления людей. Детям потихонечку уже можно выходить на площадки, играть». Словом, риск заразиться коронавирусом остаётся даже несмотря на серьёзное ослабление антикоронавирусного режима. И только от сознательности граждан зависит, когда республика перейдёт к следующему этапу снятия ограничений.